добрый день наши дорогие подписчики добрый день наши дорогие садоводы мы с вами на канале садовый блок и сегодня я вам хочу рассказать о гортензии поговорим о гортензии как выбрать какие виды бывают гортензии как посадить как ухаживать но по таким прямо вот ну по маленечку на каждое что самое по основным правилам вначале значит скажу что гортензии видов очень бывает много она бывает и пильчатая черешковая и крупнолистная древовидная метельчатая сортов очень видов очень много но мы остановились вот на таких самых как бы сказать метельчатая и древовидная они очень хорошо у нас зимуют на урале и и поэтому мы как бы большинство предпочитаем это отдаем предпочтение таким гортензиям каждая конечно гортензия она имеет свои преимущества имеет свои недостатки свои плюсы свои минусы древовидные метельчатые гортензии они зимуют переносят заморозки минус 35 градусов так вот тогда такие вот древовидная так чем они отличаются цветом цветком еще отличается древовидная у них значит вот у них шар соцветия полушар или щитовидная форма вот у них шар как бы крупный шар вот у них 25 вот это карьер вот аннабель golden аннабель она значит куст высотой 120 150 листья зеленые а соцветия крупные диаметром 25 сантиметров цветки кремово-белые вот так я просто пройдусь каждую по цвету скажу а так они все высокие полтора два три метра вот это вот тоже древовидная тоже у нее значит вот candy well marshmallow так она у нее цветки белые постепенно так и розовая постепенно становятся белыми вот это древовидные вот такие вот метельчатые у них метелочки соцветия длиной до 30 сантиметров вот это конкретно значит вот сначала беду белые со временем розовеют вот такие вот так вот такая гортензия метельчатая она тоже цветки белые со временем розовеют 30 сантиметров вот такая гортензия тоже 30 сантиметров белые со временем розовеют вот такая так тоже 30 сантиметров белые со временем розовеют так вот это метельчатая тоже самое то же самое телочки меняют цвет когда созревают развиваются тоже белые розовеют так вот такая тоже со временем розовеют так то же белый einen со временем розовеют на все Вот почти они, ну, почти все одинаковые. Вот такая, и вот такая, и вот такая. Гортензия метельчатая и древовидная. Она цветет на текущих побегах. То есть она у вас растет, и побег заканчивается цветком. Или метелочкой, или шариком. Вот мы выбрали гортензию, какую мы хотим. Сейчас она поступает в продажу вот в таких вот. Вот она. Вот в каждом таком вот квадратики этом. Вот такая. Вот у нее, смотрите, вот у нее живые почки. Пара почек. Почки у них парами. Пара. Потом я скажу про обрезку. Вот как раз пара. Вот такая у нее закрытая корневая система. Сейчас вы, если приобрели сейчас эту гортензию, вы ее убираете прямо в коробке, убираете в холодильник. Ей нужна темнота и холод. Если же у вас по какой-то причине, ну, не создались такие условия, и у вас свет, свет сразу ее пробуждает. Тут у нее сыро, у нее хорошо, она сразу начинает почки открывать, начинает почки распускаться. Значит, вы ее садите уже в горшок, там кто в пятилитрошке бутылки обрезает. Все, вы ее уже выращиваете как цветок. И только весной вы ее обратно, перевалкой пересаживаете. Потому что ей, значит, уже надо расти, если вы ее... А так вы положите, она у вас спит и будет спать до тех пор, пока вы ее не достанете. Сейчас я скажу про посадку. Вот, значит, вот этот вот мы достаем весной. Посадить такое наше растение. Делаем, сначала делаем яму посадочную, копаем ямку. Немаленькую, сантиметров 50 на 50 копаем ямку. Заправляем эту ямку торфом верховым можно. Можно перепревшим перегноем. И положить удобрение специально для гортензии в сухом виде. Но вот у нас сейчас нет такого удобрения, я бы вам показала. Ну, оно прямо так и написано, в сухом виде это удобрение для гортензии. И вот такой вот верховой торф. Вот, его, значит, положили, все, луньку заправили. Садим вот этот саженец. Как садим? Вот эту всю черную пленочку мы убираем. И чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Мы ее не заглубляем в почву и высоко не выставляем. Корневая шейка на уровне почвы. Так, ну и сверху мы мульчируем, опять же, верховым торфом. Вот так мы ее посадили. Так, дальше. Посадили вы ее, значит, что гортензия любит, что не любит. Она любит кислую почву. Ни золу нельзя ей, ни муку известняковую, ни пушонку. Это ничего нельзя. Это все раскисляет почву. Мы почву должны, наоборот, закислять. Торф верховой закисляет. Лимонной кислотой поливаете. Даже кефиром. Развели кефир в ведро воды и поливаете. Все закисляете. И вот такое у нас еще хорошее удобрение бывает, кто его вот уже знает, конкретно для гортензии. Разводите и поливаете в течение лета. Там несколько раз, два-три раза вы ее поливаете. Так, уход. Садить еще. Про посадку не сказала. Садить. Садить, значит, любит она солнце и полутень. Тень не любит. Цветы мельчают. Ей темно. На солнце тоже цветы мельчают. Ей жарко. Она, как бы, гортензия в переводе еще называют ее сосуд с водой. Если жаркое лето, мы ее поливаем. Она очень любит поливы. Поэтому на жаре она у вас просто будет пересыхать почва и растение будет не такое, такое цветение у растения будет. И еще, значит, при посадке, значит, когда вы посадили почву сверху замульчировать, можно верховым торфом, тоже вот я покажу, вот он, верховой торф, вот он в таких пакетах, верховой торф. Вот вы его и в лунку заправляете, верховой торф, и сверху мульчируете верховым торфом. Еще можно замульчировать опад хвойных иголок. Тоже гортензия очень любит. Сверху можно посыпать вот этот опад хвойных иголок, если у кого-то есть лес может быть рядышком. Так, это я не сюда. Так, ну что еще, значит, про обрезку скажу осенью. Осенью, много, значит, тоже споров идет, кто говорит, надо осенью гортензию обрезать, кто говорит, надо весной гортензию обрезать. Ну вот так вот, как бы сказать, что осенью обязательно сделать санитарную обрезку. То есть вы убираете все отсветшие цветы, убираете где-то засохшие, больные какие-то побеги. Какие-то может быть, ну первые два-три года, конечно, у вас не будет сильно зарослей. Как бы вот тут тоже, видите, вот она как обрезана, вот на почки, вот на эти, вроде как, вот эти пары, четыре пары почек нужно оставить. Здесь вот тоже, видите, скелетные, и вот это оставили уже как дополнительную скелетную, скелетную, скелетную вот этот вот, как бы, еще побег будет у нее. Вот, и обрезают, там уже, посмотрите, когда вот эти побеги идут вот так вот вовнутрь, то есть они будут друг дружке мешать. Вот сюда как бы оставляйте, которые идут вовнутрь, их можно убирать, а то у вас все будет загущенность, и просто растение не хватит силы выкормить все эти цветы, как бы, такие, и поэтому оно может быть мельче цветы. Так, можете вот осенью, вот так, вот как оно есть на четыре почки, пары почек, а можете просто осенью произвести санитарную обрезку, не обрезать, только то, что если, может быть, снег их сломает, а так вот можете оставить, как бы, повыше, побольше, и обрезку, полную обрезку сделать весной, но весной тогда, когда вот в таком состоянии еще почки. Это надо делать весной очень рано. Вот такие почки, когда еще, то есть вы тоже вот это можете обрезать. Если вы просмотрели уже это время, и у вас открылись вот уже побольше, как бы, почки, она просто пойдет уже сокоотделение сильно, она у вас истечет соком, и растение тоже может погибнуть. То есть весной обрезать, если весной, то только вот прямо в таком вот состоянии, когда она совсем-совсем еще не раскрыла почки. Так, обрезка и про зимовку. Ну, я уже сказала, что, значит, гортензия, она хорошо переносит морозы, до минус 35 переносит. И, ну, первый год, может быть, и ей побольше укрыть, прикрыть. Так, ну, опять скажу, что вот если осенью ее посадили, тогда, конечно, первую зиму укрыть. Если вы ее весной посадили, тогда можно только укрыть корневую систему. То есть вы эмульчируете сантиметров на 8-10 приствольный круг у гортензии. Только закрываете корневую систему. Опять же эмульчируете торфом, опадом хвойных иголок, вот чем-то таким. А потом весной вы ее убираете. Так, и еще я забыла такой важный момент сказать, когда весной высаживать вот эти вот саженцы. В какое время? Когда уже у нас почва прогреется примерно 8-10 градусов, но по почве вам, может быть, и не поймем, что термометром мы не меряем. Когда температура днем уже будет 10-12 градусов, и ночью 2-5, но все равно плюс, когда минуса нет. Но, опять же скажу, у нас на Урале бывают возвратные заморозки в июне. Ну, там уже смотрите, может быть, когда вы смотрите, что вот ночью будут заморозки, ну, ее прикройте на эту ночь. Потому что ведь бывают и помидоры высадим в мае, в июне у нас обещают ночные заморозки. Мы тоже их прикрываем. Так же точно и тут, потому что вы ее высадите в мае, а вдруг вот в июне, вот в прошлом году никаких ночных возвратных заморозков не было, у нас жара была. Как будет в следующем году? А она, вы же ее только-только посадили, корневая еще у нее плохо прижилась. Чтобы вам ее не загубить, ну, на эту ночь прикиньте ее там акрилом чем-то или еще что-то. Вот такое вот. Так, ну и, конечно, что гортензия, она как бы раскидистая, куст большой, 2-3 метра. И если садите 2-3, сразу делайте шаг не меньше метра, чтобы потом вам ее не двигать, посадили близко, но потом, чтобы вам ее не двигать. А так, если она у вас уже растет и пересаживать ее можно опять рано-рано весной, чтобы листья не распустились. Тогда она у вас пересадку, даже которая есть у вас, гортензия в саду, она очень хорошо перенесет пересадку. Ну, вот вроде бы я так вот по основным прошла. Если что-то, про что-то я не сказала, пишите, я вам отвечу. Может быть, какой-то момент я упустила. А так, вроде бы, прошлась гортензия очень красивая, очень неприхотливая, можно сказать. И наслаждайтесь гортензиями. А сейчас я вам скажу спасибо, что смотрите. Спасибо новым нашим подписчикам, кто подписались на наш канал. Спасибо вам. Смотрите, спрашивайте, пишите комментарии, пишите отзывы. Спасибо, я вас жду.